Муз-бизнес представляет каждую неделю эксклюзивные интервью с интересными музыкантами. Музыкальный онлайн-журнал Муз-бизнес. Поддержите наш проект и прямо сейчас оформите подписку на наш канал и паблик ВКонтакте. Всем привет, друзья. Это воссоздание трека. И сегодня мы с Лёхой Разумовым решили воссоздать очередной хит. Я думаю, что многие из наших подписчиков знают и очень многие даже просили нас сделать воссоздание именно такого трека. И, как вы поняли уже, судя по названию нашего сегодняшнего видео, сегодня мы будем воссоздавать трек Омня и Ира The Fusion. Лёх, привет. Привет, Армен. Тоже рад, очень. Лёш, скажи, как ты видишь сегодняшний эфир, какие, может быть, техники, в чем специфика данного стиля или, может быть, данного трека? Расскажи немного про твое видение этого трека. Армен, это как в том видео. Как вы видите, говорит, сегодняшний эфир? Блестяще. Да как вы? Я думаю, мы сейчас отмотаем куда-нибудь подальше на дроп и начнем с самого интересного, самое важное для нас, для зрителей, я думаю, для всех, вот именно финальный звук. Ну и поработаем с чопсами, то есть, ну, постараемся максимально раскрыть, да, как этот трек делался, что там применялось. Вот, ну, давайте приступим. Да, давай. Как говорит Сергей Лайф. Так, ну что, тогда поехали. Ну, я специально, как бы, сильно ничего здесь не делал, точнее, вообще ничего не делал, чтобы опять с нуля показать, как я нахожу скорость, мне очень часто пишут об этом. Я пользуюсь дедовским способом, простым. То есть, вот наш трек, мы его отматываем куда-нибудь подальше, где есть явный бит, какой-то дроп. Ну, например, вот здесь. Выставляем начало на начало такта. Вот наш бит вот здесь начинается. В принципе, это видно. Ну, как-то так, чуть-чуть видно атаку. Как-то выставляем примерно. Вот, после этого я обычно отрезаю. Вот, и дальше хотя бы, хотя бы на слух можно прикинуть, да, сколько ударов. Ну, наверное, больше 120. Поставим пока 130. Включаем метроном, убавляем звук. Ты создал уже трек. Я, на самом деле, вот я не знал скорость, просто наугад сейчас 130 поставил. Пока в начале сходится. Включаем подальше на квадрат. Если и там будет сходиться, замечательно. Это как я сегодня, Леша, пишу сообщение. Леш, ты сегодня не отменяем эфир? А что за у нас эфир сегодня? Не пали контору. Вот, перематываем на середину. То есть, должно сходиться, если тут сходилось. Ну, короче, все сходится, все замечательно. Поставим куда-нибудь подальше. Вот наш дроп. По идее, я думаю, что мы сейчас с дроп-то и начнем. Самое, наверное, важное. Такая достаточно глуховатая бочка. Мы ее не слышим. Попробуем послушать где-то еще. Раз мы ее не слышим, то, может, она не нужна. Можно любую поставить. Так, я сейчас сохранюсь. Мы сегодня будем много шутить. Присылайте анекдоты, будем зачитывать. 200 рублей один анекдот. Записываем. О, мне... 300 передать привет. Кстати, Леша сегодня записывает 4К. Я хотел 6К, но меня остановили. Так, ну, вот, в принципе, вот здесь где-то бочку слышно. Попробуем внимательнее послушать. Это на самом деле не бочка, это какой-то слой. Ну, пригодится. Пригодится. Можем попробовать фокус один занимательный. Я не знаю, он получится или нет, я пока не пробовал. Я взял часть с синтезатором, с этим звуком, и бочку. Вот, по идее, по идее, да, если здесь сходится, то в противофазе наш синтезатор должен уйти. Но это не факт, скорее всего, это не получится, потому что пэт, наверное, там как-то плавает. Но мы попробуем ради интереса. Не получилось. Тогда способ номер 2. Мы сейчас, опять же, пробуем. Мне нравится вот, когда без всякой подготовки я показываю, как я бы делал, чтобы, ну, все видели, что это реально. Я сейчас объединил вот этот синтезатор с бочкой. Ну, не бочка, это там какая-то такая история. Там пэт, еще что-то. Можно выделить первую часть. Это я сейчас открыл в изотоп РХ. Хороший такой инструмент. Вот, теперь я вот этот кусок анализирую, как шум. Якобы это у нас шум. Желательно поставить здесь в режиме, вот здесь вот, quality, качество, то есть best. Вот, теперь жмем learn. Вот мы получили вот эту характеристику вот этого звука. А теперь пробуем из всего целиком сигнала его вычесть. Denoise. Threshold reduction. Ну, на 40 убавляем. Пропускаем. Нам тут пишут чуть-чуть, можно твой секвенсор похромче сделать? А сейчас мы примерно через 5 минут будем заниматься мастерингом. Вот, и там я прокачаю. Вот, можно еще раз применить. Denoise, learn, просчитали. Опять применяем ко всему сигналу. Обучили, просчитали. О, вообще, видите, как оно. Это бочку, да, сейчас? Я пытаюсь выцепить из нашего клика вот лишний шум, который я до этого проанализировал в чистой части. Вот, то есть, несколько раз я это дело применяю. Ну, можно еще разочек. Хуже не будет. И можно даже еще разок. Ну, в принципе, достаточно, да, можно этот клик потом как-то где-то заиспользовать. Пока так. Мы сейчас буквально подготовительной работой такой занимаемся. Вот. Вот получилась такая вот штука. Клик остался. Это наш клик. Можно с него опять же что-то поискать, подрезать. Я попробую. А можно в более интересный способ. Например, мельдовский эквалайзер. Эквал, конечно, вот этот крутой. Очень его люблю за все его вот эти примочки с зумом. То есть, я, например, режим сонограммы включаю. Digital Twister. Ты понял, по интерфейсу. Квелый ты имеешь в виду? Ну, по интерфейсу он любит такие, знаешь, не брать интерфейсы. Смотри, здесь сейчас видно на этом анализаторе сонограммном все вот эти проблемные частотки. Ну, кстати, фортилупсовский также показывает. Да, а как ты понимаешь, что проблемные? Они не проблемные. Это лишние ноты, которые мне не нужны. Я хочу из бочки их убрать. Резонанс, да, вот этот? Да. Ну, сколько, на сколько я убавил? Убавим на побольше. Хотя бы там, ну, децибел на 8. Может, еще больше. Вот одну ноту убрали, вот вторую ноту сейчас уберем. Ну, по большому счету, это мы сейчас занимаемся выниманием чужого клика. Можно было, конечно, и не делать. Взять, взять, как бы, любой какой-то похожий. Леха, отдувай это за Женю. Отдуваешь. Женя, как ты так смог не показать нам? Не, на самом деле, мы проверяли. Женя говорит, давайте я хотя бы так покажу. Ну, у него там технические проблемы были тогда, не получилось настроить все. Вот многие, знаешь, вот многие думают, что вот кто-то не хочет показать и так далее. Ну, я могу сказать, что не у каждого получается вот транслировать звук. Ну, да, это за историей. Леха просто специально обученный. Вот, зацени, без него, без эквалайзера. А вот с ним, ну, какие-то вот нотки ушли. Можно вот еще одну убрать. Мы сейчас просто занимаемся выдергиванием из бочки всякого лишнего. Вот, сблизи все тут прекрасно видно, как бы. Можно еще сильнее зазумиться там, увидеть. Так, это уже касается бочки. Было вот так. Стало вот так. Нормально. Вот это у нас будет кликом. Можно что-то еще лишнее тут отпилить. Я сразу все это просчитаю. Вот, короче, клик мы получили. Он у нас пойдет в дропе тоже. В дропе тоже. Так. Я, наверное, возьму поматик. Ну, сейчас такие приготовления небольшие. Все, я думаю, нормально. Так, ищем дроп. Ну, вот эту часть мы сейчас поделаем. Интересно, конечно, вот бочка не сильно прослеживается. Но сейчас будем собирать. Ну, просто клик пока раскопировали. А сейчас попробуем бочку. Послушать, где здесь можно бочку выдернуть основную. Ну, сейчас попробуем метод Dairo. Где-то здесь вот. А там, кстати, как раз спрашивали про этот метод тоже. Сейчас покажем. Очень хорошо, что здесь у нас бас возникает между бочками. Это более вероятно ее как-то отсюда срезать. Хочу вот услышать, может быть, где-то более чистый момент есть. Ну, допустим, вот эту попробуем, вот этот фрагмент. Вот, сейчас объясню способ. Кто не знает, кто способ не знает, сейчас мы его посмотрим. Способ вот какой. Берем фрагмент какой-то. Вот, первым делом отрезаем весь верх. Можно побольше ставить, прям чуть ли не вот так вот, 96 децибел. А обязательно режим Linear Face. Ну и режим какой-нибудь Medium. Вот, теперь мы ищем момент вот этого среза, чтобы было слышно только саб. Ну, даже так пойдет. Теперь мы этот фрагмент рендерим. Называем его саб. Вот, теперь на тот же самый эквалайзер мы вот эту точку переделываем в Low Cut. Вот здесь делаем еще один срез. Тоже можно поставить, например, 96. Вот клик пробегает в какой-то момент. Еще раз рендерим. Это у нас Mid. Хотя у нас Mid на самом деле есть, мы его где-то уже дергали, да, можно оттуда взять. И третий момент, мы вот эту точку удаляем, а вот эту точку переделываем в Low Cut. Вот остается один верх. Ребята интересуются, ты на синтах не будешь воссоздавать, так сказать? Не, мы сегодня только ударные делаем, синты мы не будем вообще делать. Ну, правильно, тогда отписывайтесь, ставьте дизлайк. Не, конечно, мы сейчас синты будем. Сейчас мы барабаны соберем, бочку получим. Сейчас вот этот саб составляющая. Здесь, ну, делаем фейт где-то до баса. Скорее он где-то здесь и должен прерваться. Вот, ну, этот саб мы сейчас воссоздадим, я так полагаю, потому что он такой грязноватый. Клик где-то здесь прерывается. Да, фигово получается, конечно, выдрать вот так из оригинала, потому что слишком он насыщенный. Но, пойдем немножко другим путем. Вот такая шикарная бочка получилась. Сейчас вот что мы сделаем. Возьмем Romero, kick, вот, убираем клик и рендерим любой пресет вообще абсолютно. Я уже этот метод показывал разочек. Еще раз сейчас покажу. Вот я сейчас, глядя на оригинал, могу попытаться воссоздать этот саб. Он не очень чисто скинулся, попробуем еще один какой-то кусочек взять. Кстати, да, интересный метод, я помню, это показывал. Но он работает, в принципе, так вот, что можно... То есть, по волне, да, растягивающий? По волне мы можем получить точно такую же, как бы. Сейчас просто надо отрезать так, чтобы именно саб остался. А вот этот бас проникает подлый. Вот, и теперь, в принципе, мы начинаем их синхронизировать как-то. Вот, начало я не понимаю пока, но вот в остальном можно попытаться... Так, вот до конца нам не надо, нас вот досюда устроит. Вот, то есть, мы сейчас получим реально сабовую составляющую, такую, какая она была в оригинале. Видите, вот мы подогнались прям железно-бетонно. Что было в начале, здесь можно дорисовать и сделать небольшой вот такой фейт. Момент. Да, главное, отключаем вот эту галочку. Это для того, чтобы тайм-стрейч влиял на тон. Вроде все по фазе правильно стоит. Можно лишние точки убрать, они нам, наверное, не нужны. И как-то вот так вот подогнать. Сейчас мы совместим. Так. Вот, конечно, можно брать вообще какую-то другую готовую. Но я очень хочу подснять прям как есть. Вот какой-то клик, и попробуем взять клик, который мы уже нашли. Такие дела, вы думали, просто все? Нет. Так, вот наш клик. Не нравится мне отсутствие клика такого мощного. Попробуем сейчас еще домешать. Если не получится, возьмем готовую какую-то. Просто подмешиваем. Что-то не нравится мне. Вроде бы мы сняли, но нифига не похоже. Ладно, мы сейчас возьмем другие бочки. Так, берем... Как минимум мы посмотрели метод. Ну попробовали, просто не получилось, не получилось выдернуть сабовую. Из-за этого не получилось под нее подогнаться. Вот, ну ничего страшного, попробуем мои отобранные бочки. Ну это такое, да, вот сегодня непривычный вообще для тебя стиль, казалось бы, да? Такой трансовый. Ты там редко, да, я так смотрю? Ну бывает, но да, действительно просто по работе не сильно часто. Ну интересно, да, самому тоже вот такой некий экспириенс. Да, абсолютно. Так, сейчас мы бочку поставим. Экспириенс – это вдохновение. Ну короче, имеется в виду, типа, как... Опыт, да? Опыт, да, я вам хотел сказать. Сейчас бочки полистаем. Надо послушать, как у них бочка вообще звучит, в принципе. Похоже, блин. Сейчас я нам создам шину, мастеринговую. Так, мастер. Сейчас покажу один момент. Вот когда у вас, например, есть бочка и какой-то клик, ну, неважно, откуда они взяты там, да. Бывают ситуации, когда вот у вас они вместе звучат. Я вот всем рекомендую пробовать переворачивать фазу. Просто перевернуть. Ну, реально, отличается немножко. Что-то похоже было, не? Но он немножко начинает двигать. Можно попробовать с реа-экью и немножечко попробовать пошевелить фазу. Вот здесь есть, например, режим, называется All Pass. Будем шатать фазу. Будем шатать фазу сейчас. Либо просто можно есть еще такая история без вот этих фокусов, если берем и начинаем искать старт сэмпла. Ну, пока они не сильно по фазе как бы там мешаются. Сейчас попробуем. Да, наверное, проблем нет, потому что не так много низа здесь. Сейчас еще домешаем сэмпл какой-нибудь, потому что тускловато немножечко. Вот, ребят, если так уж честно говорить, я, например, на бочку иногда уделяю часа по четыре. Поэтому, да, не ждите быстрых результатов, не спешите никогда. Вот, но мы сейчас сделаем, будет хорошо. Так, кики, кики, кики. Нигель Гуд. Кики тоже классные. Тоже можем взять. Возможно, даже это у нас основным киком будет. А вот эти два полноценных кика очень сильно сейчас из-за фазы будут влиять. Перевернем. Вы видали? Как здорово стало. Добавим эквалайзер, реакью, EQ. И в режиме All Pass попробуем подвигать вот эту ручку. Для тех, кто не понимает, что сейчас происходит, вот в режиме показа фазы он показывает, как фаза сейчас будет двигаться. Ну, не сильно-то и влияет. Вот здесь где-то фаза начинает шевелиться. То есть иногда при прямой фазе слышно, что по-другому стала фаза сейчас сходиться. Можно найти интересные значения. Не обязательно, чтобы они прям по фазе дико сходились, и это было очень громко там. Нужно просто найти, чтобы это интересно звучало, потому что по фазе не только сабы складываются, но еще и там другие частоты. Мне вот так нравится. И клик. Повешу я вот на этом этапе всегда вешу Meldu Multiband, чтобы сразу слышать как бы итоговый результат, как будто уже там где-нибудь на вечеринке играет. Так. Вот уже раскачалось, и вешаем Invisible. Лучший лимитер для меня лично. Так, сейчас многовато бочки приходит. Добавляем все это в папку, называем Kick. И больше мы его не трогаем пока. Вот, а сейчас уже можно посравниваться с оригиналом. Такое ощущение, что меньше саба у них на бочке, но это пока ладно. Но больше клика. Давайте еще один клик найдем. Ничего страшного. То есть, в принципе, можно слоить, сколько угодно слоев делать. Главное, лишь бы вы слышали, что там происходит. Ну вот, добавляем Kick. Kick 2, наверное, не буду брать. Возьмем обычный Sonic Academy. Kick. И просто полистаем клики. В принципе, несложно. Просто вот добавляем MIDI. Мне, кстати, вот первый Kick почему-то тоже больше нравится. Не знаю, что-то он как-то более привычный пока. Какой? Ну, первый вот этот, да, ромеровский. А, ты про сам плагин? Понял, понял. Да, да, да. Да, я пока сам ко второму не привык. Ну, вот сейчас просто будем листать клики. Не знаю, какие клики. Ну, хаосовые, допустим. Просто листаем. О! Вот этот клик дает вот интересную вещь. Вот я убавил его. Такое вот мясо. Пробуйте тоже ворочать фазу. Очень сильно влияет. Вот слушайте. Опять же, также можно различными плагинами фазу эту подвигать. Там плюс-минус. Ну, мне вот нравится Re-IQ. Я говорил. Я его, в принципе, только для этого использую. Я в других плагинах не видел. Может быть, кто-то мне подскажет, если есть. Режим вот этот All Pass, который двигает фазу. О! Можно попробовать перевернуть фазу и тоже поискать. Что-то, мне кажется, без него с обычной фазой нормально. Это у нас High какой-то слой. Мне нравится. Дублируем. Прикольно. Попробуем сейчас прописать вот этот главный синт. Ради него-то собрались все. Так, попробую, кого взять. Давайте возьмем Silent. Я покажу, как бы, из чего все это начиналось. Наверное. Ну, я не знаю, на чем он крутил. Это, скорее всего, был квадрат какой-то смещенный. Будем слушать. Ну, я думаю, совмещу сейчас вот эту волну. Можно еще совместить еще одну волну какую-то такую. Тут тоже фаза важна. Вот просто покрутите. Вот, очень важная вещь. Можно всегда найти какие-то интересные сочетания. Вроде две волны, а сочетаний, как бы, много. Вот, добавим вибрато. Так, питч. Сколько вибрато? Сейчас послушаем. Сколько вибрато использовалось в этом треке? Не расстраивай, мэрифит, будь. Ну, что-то типа такого. Похоже, да. Так. Ну, у них подмешан, да, какой-то такой вот прям... Что-что? Ну, у них лейеринг. Лейеринг. Не, у них, наверное, здесь либо хорус какой-то висит, либо даблили вот эти звуки чем-то. Ну, мы попробуем все, что угодно. Вот хорус какой взять. Тал хорус. Армен, спроси у Лехи, какая тональность? Ми, бемоль, минор. Ми, минор. Попробуем, во-первых, сейчас его немножечко частотно порежем. Вот, ну, в принципе, можно крутить, да, но я еще покажу еще один вариант. Я находил этот же пресет где-то в разделе, по-моему, Факторе 2. Похоже, да? Да-да-да, очень. У меня более какой-то тонкий получился, наверное, за счет вот... Можно и мой, и этот покрутить, в принципе. Ну, можно взять спайр. Не вижу в этом ничего плохого. А что, подождите, ты удалил уже, да? Нет, ничего не удалил. Можно подмешать, да? Можем использовать их оба. Вот, сейчас мы... Они, в принципе, да, оба такие прям похожеватые. Похожеватые. Вот, возьмем, добавим еще FX, реверб. Вот, я, наверное, возьму какой-нибудь шиммер. Уж больно он мне нравится. Ну, он такой широкий достаточно в одном из... Вот здесь есть режим Big Stereo. Очень занятно так звучит. Размер поменьше. Ну, конечно же, дилея так немало. Вот, добавим какой-нибудь. Скорее всего, там ровные доли стояли. Вот. Ну, и сделаю какую-нибудь общую шимночку, чтобы сразу все играли. Это миди-посыл у меня на два синта. То есть, я сейчас вот этим синтом играю. Вернее, вот этой дорожкой. А он обеими играет. Во, есть идея. Давайте-ка все-таки хорус уберем. Вот, Spire чуть-чуть я, наверное, из центра вытащу, чтобы они сильно друг с дружкой тут не пересекались. Послушаем, сколько. Я, наверное, Spire все-таки главным сделаю. Вот. Леш, Леш, а вот у тебя Silent, который, по-моему, мне кажется, на мой слух, по-моему, его, может, на октаву ниже не надо? Не, он в той же тональности. Все правильно. Это как-то сильно высоко, по-моему. Ну, это сейчас мы исправим. А, может быть, тут из-за высоких частот, да, так кажется, что он так? Ну, сам звук такой высокочастотный. Есть, есть. Вот, наверное, в Spire я свой родной ревер вырублю. И мы используем тот же Shimmer. Пока не ясно, сейчас надо сыграть. Надо сыграть. Так, послушаем. Ай, криворукий, не попал. И там в конце что-то он там допилил. Надо послушать. Мышкой. Что-то где-то здесь. Что-то хреновенько слышно, но сейчас я здесь где-то послушаю, в яме. А, ну нормально вроде слышно. Ага. Ага. Вот, отквантуем. Восьмерками, восьмерками. Вроде окей. Вот, естественно, тут с него срезано все достаточно сильно. Пока не знаю, сколько. Ну и, конечно же, сайдчейн. Ага. Ага. так можно добавить больше ревера вот судя по второй половине слышно что какие-то есть аккордовые плаки попробуем плохо их слышно тут вот кирилл пишет по поводу что на синте в оригинале явно fine pitch есть вверх есть но это я больше бы наверное к минусу отнес зачем его расстроили я слышу что он дали лишь там центов на 10 это либо у меня рип какой-то с пластинки которая крутилась там центов на 10 наверно ну по барабану сейчас мы на это не смотрим я слышу да что он там чуть-чуть выше поставим то же самое на сайленте да ты сможешь поставить да могу и сейчас все это поплывет давайте пока не будем это дергать вот это fine pitch пусть останется пока он есть там немножечко может быть есть только вот пока оставим сейчас аккорды допилим услышно что он как будто в после после моего и у него фальшивит у меня я просто эти вещи как у меня ухо начинает дергаться когда не точно надо вот давайте сейчас плаки накрутим ну можем взять серым чтобы было разнообразие проектика ставишь конечно да кстати это видео на ребят мы договорились насколько вы помните вот воссоздание будут выкладываться на лёшином канале вот и в описании к видео мы тоже лёша точнее прикрепит проект прикреплю так да обратите внимание первое что я сделал где-то я хочу отметить у меня сейчас уже громкость в принципе такая близкая к оригиналу то есть я уже слышу готовый практически результат соответственно я уже буду ориентироваться если у меня что-то сейчас какой терп пойдет значит что-то где-то не так вот для меня это очень крутая вот вещь который я пришел вот всем рекомендую вот что делаем да ничего попробуем его пару голосов вот фильтр 24 вешаем так надо послушать надо послушать просто как-то у них слушалось может быть где-то кстати в начале есть а вот здесь есть есть слышно это я попробую по моему как то так сейчас попробуем сыграта где-то что-то промахнулся но ничего квантуем сегодня мы с тобой блин мне можно настолько эту шутку знаешь там как говорится рассмешили распиарили да в своих видео блин я даже когда даже когда монтировал значит он как услышал ну понял когда как только ты сказал квантуем не сразу подсознательно сейчас чуть-чуть под настроем звучок вот чтобы он так сильно его не выделяла мы здесь вот степень действия вот это огибающий поменьше делаем пусть колбасится чуть-чуть и у него здесь значительный сайчейн прям вот на всю чувствуется влияние дедмауса на меня вот попробуем как-нибудь у колбасить его мне нравится maserati вообще не типичный плагин для этого я его постоянно пиарю для вот этих вещей мне вот очень уж и не нравится на плаках да он очень уж крутой прям вот вот с ним атаку добавлять да вот и некий характер такой да 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 аналоговый мастеринг шутки шутим вот можно кстати опять же врубить какой-нибудь ревербератор шиммер не знаю кстати шиммер нормально ли прозвучит на нем попробуем у него вроде коротких таких не слышал я а у тебя стал есть да тал есть можно тал туалетал не пробовал ты его кстати да поставил благодаря твоим видео и хоруста же скачал он бесплатный прикольненький мама отжрет то что самое главное тоже бывает там нужно много ревера знаешь такого может быть и не надо но может быть есть только совсем чуток сейчас настроим там ребята подсказывают что скорее всего дела здесь был не до дела и на нем может быть но такой прям дилей но дилей до сайчейна я так чувствую хочу найти какое-нибудь значение интересное начата а ты в миксе послушание так уже нормально нормально у меня как будто синт поярче немножко но это не проблема вот ну теперь надо какой-то снояр отыскать не знаю где брать вот такой снояр но думаю что вендженс да профиль так сейчас посмотрим ну что это может быть ну давайте электрошок например так клэп снэйрс надо во первых послушать где его максимально хорошо слышно ну пожалуйста есть такой ядреный снэйр ядреный дедушкин так видимо куда-то подальше а то 990 не а вот выше на одну ну вот это да с чем-то еще да у него как-то это ну похоже да так что что то есть 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 спасибо спасибо маме и папе это благодаря легче разуму и его урокам блин если смотрел на твоем канале поздравление артура классно вообще ручка это и тот соседка сверлить кстати вот сейчас опять же мы можем применить нашу спец технику подставляем так блин не так-то и видно ну иногда вот так можно один налево другой направо блин конечно за залита здесь обработкой как будто он длиннее что ли давай-ка этот возьмем чуть-чуть еще высоких как-то побольше а это еще один слой возможно тут заедает этот один из звуков а что это звук это спайр по моему а ты выключи его автоматизацию там сделали не а он заедает иногда ничего страшного так да проделки рипера скорее даже вот из серума а спайра кстати лёша знаешь что я подумал вот мы выложили вот это применение на практике до скриптов и там ну несколько людей написала там по-моему и мне еще в личке написано что вот ну типа интересная тема только есть вот можно ну как-то для новичков тоже сделать понял но новичков не ну то есть понял без кодирования вот как мы с тобой делали ближе к риперу помнишь но тут эта тема именно касалась как раз таки кодирования то есть поэтому куда уж типа тема касается аранжировки а можно без нот как-то на без нот обойтись не здесь это обязательно вот ну то есть эта тема для для тех кто хочет реально программировать в риппере если нет то тогда тогда мой видос ближе к риперу надо будет вторую часть просто запилить 20 так продолжим ищем что-нибудь с верхами кстати вот это ничего что не совместятся а поплыли по фазе так у нас вот роман задает вопрос я обязан зачитать слушаю вас роман в оригинале в дропе еще перкуссия прикольная мелодия подыгрывает типа барабанных палочек она очень гармонично посажена армян если время останется попроси лёху показать эквализацию на ней попробуем я надеюсь что мы ее поймем как делать так вот еще один снэр ребят вас юга задает вопрос нет а шо да не это я как-то работал на азовском море и там было много ребят с курска там отовсюду и мы по приколу так говорили а потом я не заметил как уже сам стал вот так шокоть я тоже когда переехал в украину думал да это как-то это со мной это не случится сейчас шокою века и так вот я блин ничего себе они реально похожи так вышло не честь не у меня они у меня фланжерят прям блин это один тот же снэр вообще просто они в библиотеке у как два разных сэмпла разместили маркетинг вот как этого дядьку шляется как варен джинсу мануэль шляется шляется по ночам поэтому делает ладно давайте-ка послушаем джинс это все вот коллекционная покажу один еще момент важняцкий просто нереально я сейчас на него самое внимание обращаю вот зациклю снэр и бочку всю снэр тоже по фазе сильно очень влияет на бочку я не знаю слышно сейчас или нет но я попробую сейчас подвинуть на миллиметр чтобы это и более явно было момент вот слышно да что в фазе он как будто больше по низам действует вот это это очень важная история то есть за этим конечно следить надо у них не пончеве так звучит снэр а можно сейчас у колбасить то есть для этого есть такие замечательные куш например вот он интересно я думаю что непрерывно так ну попробуем сейчас вот ручку компресс повернуть я все это время он не был включен вот люблю плагины с одной ручкой крутнул и все но есть что там есть если кстати до мешать что-нибудь из из восьмидесятых тоже иногда забавно получается сейчас покажу вот например библа бест сервис драмс оверкилл тут прям все что хотите до сих пор я вот 10 лет ее использую уже я не знаю до сих пор подходит вот например такая общем вот такая кастрюля вот может очень интересно сочетаться можно кстати подогнать по фазе я бы наверное даже бы прям вот наглым образом подогнал бы чтобы она вот здесь сходилось тоже блин а это не во всех программах есть такая нюшка да не во всех каких может как-то это ему ну и стрейч маркер который да ну штука интересная полезная посмотри вот без него не нужно по моему варку варк маркер есть есть разные там ну вот смотри без него пишем дает такая легкий шлепок шлепок так можно в папочку под загнать назовем с нейр можно легкий рум на него вот здесь как раз стал то что надо включить того чтобы я улетал ну пусть немного себе там так с этим окей давайте пробовать пилить бас ну вариантов много начиная от чего можно взять даже триллиан потому что потому что в нем есть уже волны вот такого рода уже же такие жирные не знаю а ты отдельно до используешь триллиан во второй амни сфере же строим тоже есть да можно и сам не сверы грузить но все звук готов так ну попробуем кстати обожаю этот триллиан классно звучит выглядит приятно жирнючие такие басы да вот аналог классик с полистаем вот что-то типа ну-ка возможно там более конечно что прям агрессивный какая картиночка нет будем искать так а если этот раскрыть да используем мышь вот и теперь мощнейший сайдчейн так наверное так по 4 сделаю сайдчейн сильный прям вот он на всю буквально вот так вот нет на всю не на всю но не там лейри надо звук какой-то еще там пэт еще но что-то еще есть сейчас посмотрим басом уже да уже как-то эффект звучит наш как будто уже почти готов причем без обработки заметьте никаких эквалайзеров чё делаем делаем еще один слой голосов под закроем добавим сатурации может голосов поменьше а может не так ну-ка надо слушать голосов прям саловушка так будем опускать насколько это не то лёш вот наверняка для многих сейчас будет о кстати похож дабл наверняка для многих сейчас такой интересующий вопрос вот там ты вот я заметил ну не только я заметил да вот ты в эфирах своих часто используешь под разные нужды разные синтезаторы с чем это связано с разными возможностями с моими какими-то конкретными наработками вот например я пилил один и тот же звук на разных синтах и вот на одном я понял что мне больше нравится то есть просто накопленный опыт то есть это не говорит о том что это вот обязательно и типа там под галочку о все окей да ну то есть вот вы же наверное если посмотрите вебинары там других ребят кто-то например сильно шарит там в сайленте и он все в нем сделает это нормально то есть пожалуйста это просто лично мои вот какие-то вещи но чем больше вы работаете тем больше у вас появится разнообразие то есть наверное никто не будет спорить что там педы это амнисфера там например однозначно хотя можно там ну nexus ну что-то еще то же самое и здесь вот такие пироги конечно даже я думаю мы поступим вот как я его это рис бас да лёш вот мне очень нравится ну да как бы их ризом называют да круто ставьте на рингтон блин слушай ну ты просто талантище минусар я в такое наверное три года делал бы и забросил бы в конце сэмплы, пресеты в личку так включаем мы ничего не употребляли так послушаем пэт давай попробуем просто сером иногда да знаете просто даже сам аккорд больше влияет на все ну пусть быть так ну пусть быть так нормально так попробуем волну немножечко подключить подправиться что-то они ее немножечко не сделали кроссфейд ну спектрального еще кроссфейда добавим ну-ка вот сделаем лфошечку какую-то чтоб это дело гуляло слегонца можно помедленнее прям вот этот лфо просто делаем роман пишет привет очень интересный эфир смотрю сейчас спасибо привет роман да подписывайтесь на канал став лайки да попробуем сейчас его как-то подразмыть сильно хорус вот тоже здесь такой интересный делаем просто рейд меньше а миксу хоруса на максимум а я сейчас крутнул на максимум чтобы при этом послушать как это звучит настроить а теперь чуть-чуть вернем фильтр надо слушать я сейчас пока так вот подожди а ты какой ты имеешь ввиду вот ты сейчас какой поэт который внизу там везде будет хотя знаешь может и неважно а что неважно может быть но его не очень сильно в дропе слышно сейчас по другому чуть крутнем его да и все его не слышно да главное сама картина была похожа а там играются вот такие аккорды какие то есть там ну вот те же самые аккорды играются как и вот здесь так это у нас был черт с серым а это у нас будет серым сейчас мы немножко починим все блин круто круто sidechain мелодия кстати красивая блин блин лёха я тебя обожаю ты вообще царь блин у меня мурашкий чувак вообще сейчас еще допилим так я бы на него какой-нибудь шиммер бы забубенил послушаем без вот это вот то короче вот это сразу на максимум это видео было диджей уц сейчас я вот сейчас понимаю вот честно ну поверьте ни в коем случае не лезть вот я реально сейчас говорю то есть то что пришло сейчас голову а вот вот сейчас ты даешь такую информацию которая на самом деле очень ценная вот то что сейчас ты делаешь это реально ну это топовые хиты это топовые мировые треки ребят вот серьезно не только смотрите это видео а просто повторяйте вот ну это кстати полезно я я честно говоря так и учусь я вот реально сейчас так и да да я сейчас вот так только сейчас понял мы вот ты сейчас реально воссоздаешь ну реально хит мировой хит я учусь тем временем то есть я этого не делаю ну по сути да по сути да грубо говоря ну опыт тоже то для тебя поэтому ребята повторяйте повторяйте обязательно вот посмотрите когда будет запись там и проект и так далее пробуйте тоже потому что вы будете знаешь это будет новый раздел смотрящие видео уроков только смотрящий да смотрящие за видео уроками ага у меня более такую глухую сейчас вот эту берем г г так есть еще один пэт который яркий у меня все прям широко да прям широко высоко и глубоко берем кого берем можно подробнее про глубину так глубина на практике от послушать как у него по-моему ничего не а этого такого необычного возьмем синтван привет 90 сейчас настроим лёша ты сразу делай может шире до его что на мастере ваще ай плотно залить это все ревером кстати есть ощущение что тут на мастере ревер да нет шутка на наш синт это мой я придумал это гост продакшн слушай поменяй чуть-чуть ноты и сдай алло армада трек надо а а Да, что-то реверка я добавил многовато, видно. Тут вот Рома подсказывает в чате, говорит, что он мне говорил, что на мастере ревер ставит. Я, кстати, ну, возможно, он такое все-таки говорил, да. Не, ну там можно короткий, я шутил на тему, что у него плейт на 8 секунд. Да! На мастере, чтобы объем. Так, можно, значит... Офигеть, реально получился широкий бас. Блин, я обожаю такие басы и ризовый бас. У меня новая любовь, короче, пэды и ризовый бас. А еще знаешь, что мне силофон звук нравится? А, ну да, прошалочка. Милофон. Маринба. 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 Так, вот здесь мы расширили. Это тоже сейчас расширим. Этот не нуждаясь. Этот не нуждаясь. Так, на сценаре. У него там перкуссию, я услышал еще, да? Я тоже. Мы ее еще не делали. Поэтому у меня ее нету. Ой, простите. Я бы добавил, но ее нету. А, ее нету в наличии, да? Сейчас послушаем, что вообще там, по чем мы начали. Кстати, вот этот звучок где-то может еще есть. А, вот здесь хорошо слышно. Показываю, как делаем. Как ты будешь вокальные чопсы вот эти делать, не знаю. Сам сейчас. Ребята, показываю фокус, как сделать перкуссию, как у Омнии из любого звука. Берем первый снаер. Слушаем. Так, отрезаем. И слушаем. Нам Женя привет. Какой? Сафонов. А, Женя, привет. Вот обычный снаер. Итак, пять минут. Ась, да. Итак, пять минут. Трек оттуда. Типа того. Да, ну-ка не свернем. А, ты как раз поднимаешь резонанс, да, и типа как перкуссионный он становится, да? Столько фишек показываешь, вообще нереально. Я только что предусмотрен. За тобой не угонюсь. Похоже вроде, ну-ка. Наверное, разве что резонанс, наверное. Чуть шире. Вот все, мы его сейчас сбрасываем в аудио. Для, кто спрашивал, Роман, по-моему, про перкуссию говорил. Сейчас взгляну. Так, сеточка. Вместе с вами кручу Арменко. Очень круто тоже получилось. Роман пишет. Круто, Роман. Вообще. Ты уже, в смысле, накрутил перкушку? Не-не-не. Тут, а, Рома пишет, типа, что мы с нами. Ну, не знаю. Все минуты. А, кстати, мне многие писали, что после наших эфиров, по воссозданию, да, особенно, повторяют за тобой. Ну, это вот очень полезно. Реально очень полезно. Это будущее. Смотрите, в оригинале бегала панорама. Так. Первый у нас где-то направо. Я повешу на всю автоматику панорамы. Первый у нас где-то направо. Где-то, ну, посильнее. Следующий где-то налево. Тоже где-то слева, что ли. Ну, как-то так. В общем, где-то типа. Ну-ка, слушаем. Вот, немного рисковат, возможно. Для этого мы можем что проделать? Ничего особого. Фэйд-ин. Фэйд-ин. На всех только надо. Блин, мне кажется, рипер слушается только Леху Разумову. Может, много сделал. Кстати, вот Женя говорил, что он совместил, короче, типа, ну, там был вопрос, мол, что-то новое там и так далее. То есть, ну, чтобы как-то заявить о себе, нужно сделать. Вот он, как бы, видишь, совместил, типа, брейк с такой бит, да, или как там, брейк-бит, да, или что-то такое. Ну, ломаный, да. Ломанный, да, и типа транс. А вы, друзья, совместите шансон и фьючер хаос там какой-нибудь. Хочешь научиться писать транс? Научись думать, как транс. Ну, сейчас мы его вытащим. Попробуем царя. Ну, конечно, может отличаться, но ничего страшного. Скорее всего, уже не было что-то такое, как готовое, готовое, как перкуссия. Не, у нас, знаешь, снэр чуть-чуть выпирает, по-моему. Выпирает. Шлепок его какой-то такой. Есть. Убавим. У него бас еще здесь немножечко, наверное, вырулен. Я здесь много убрал. Блин, бас. Вот это потише у них. Как часто и бывает, что воссоздание Лёхи на мне чаще всего больше нравится, чем уже потом оригинал. По звуку-то? Ну, кстати, да, не знаю. Это Мельда. Вот смотри, я ее сейчас выключу. То есть, вот мне нравится именно с ней работать, я сразу слышу готовые результаты. А давай сделаем под его, понял? Я смотрю, у нас чуть больше, да, низа все-таки? Не знаю, на мой взгляд. Ну, убавим. Вот. Для тех, кого колбасит, что чуть-чуть по пичу выше, вот, пожалуйста, минус 10. А ты на что добавил? На Женин. Ааа. Только он что-то поплыл. Ну, ладно, я туда поплыл. Да ладно, нормально было, что? Норм. Не, не, я сейчас так. У нас еще, знаешь, как, Лёш, мне кажется, на инструментах нужно еще отдельно пространство, что ли, расширить там, да? Расширим сейчас. Глубоко. А, да, смотрите, мы момент в басе пропустили. Вот здесь вот шикарный моментище. Настроим глайды. Глайды. Гланды. А что мы пропустили? У нас глайды, да? Да, одного. Одного. Вот здесь, смотри. Вот здесь. Это скольжение, да? Оно самое, да. Ну-ка. Так, и на втором звуке тоже. Синт-1, да, надо настроить. Синт-1, да, надо настроить. Да, то есть, как бы два разных инструмента, поэтому надо их поднастроить. Лучше ему прямо говорить, что он у нас моно. Так, побыстрее. Так, побыстрее. Примерно. Можно как бы точнее прям, да? Ну, послушаем, как это звучит. Так, только теперь везде он делает мне глайды. Зараза такая. А, это автоматизирует, да? Не, я сейчас это. Леха, какой же ты мозговитый и рукастый. Спасибо. Блин, реально. Годы, годы. Честно, вот, Лех, я немного волновался. Думал, будет сложно для тебя сегодня. Ну, блин. Бутербург труднее было. Блин, это да. Он там вообще зажег. Леша пишет, говорит, ты, ну, я говорю, блин, точно там вокальные справятся? Да справимся, говорит. Я там, я не такое снимал, я шансон снимал. Слушай, мне реально нравится, что у нас как бы помощнее, ну, помощнее так это звучит. О, Артуриевич, привет, привет, привет. Артур, здорово. Алексей, отдельный привет, офигенно вышел. Привет, спасибо. Ну, так, пока делаем. Пока делаем. На Армаду сейчас хотим. Знаешь, как Армяда рекордсу сделать? Армян, да? Или Разумяда. Это у меня тут товарищи шутили, говорили. Самый умный из Армян – это Алекс Разумян. Шутили. Так. О, это был снейр. Ну, если бы мужик сверлил, было бы тоже хорошо. Засамплировали. Как ты в курсе по атмосферу и текстурам? Понимаешь, что ты делал? Засамплировал. Да, можно из всего так угорать. Как будто вот этот у них дополнительный слой. Комментарий на ютубе. Александр, Армен, спроси у Люхи, были ли такие треки, которые не получалось снять? Да вы знаете, все можно треки снять, просто надо время. Любой вообще трек можно снять. Ну, кроме, конечно, живой. Ну, да, тут все делается во время прямого эфира и за 2-3 часа, грубо говоря. Вот электронный реально можно просто сесть, разобраться и научиться. Ну, может быть, не один день и не месяц потратить. Но снять можно все. Вот Джим Павлов Продиджи снял. Вроде невозможно, как бы, он снял. Так что да, пользуясь случаем, привет Джиму. Так. Леш, у нас мяса больше, мне кажется, внизу. Да. Типа это The Fusion 2016. Ну, ремикс. Ремастер, это ремонт, да? Пересвели. Продолжаем. Так, на чем мы остановились? Тут Саня прикалывался, тебе, наверное, менеджер Омни позвонил, предложил контракт. Кстати, вот когда был проект Blizzard, The Blizzard и Омни, вот у них звуки-то похожи. То есть у меня было даже ощущение какое-то, что Омни вдохновился, да, звуком Blizzard. Но звуки, вернее, саунд в целом отличаются. Ну, он отличается, ну, я имею в виду, про треки там определенные, они там действительно похожи, вот по басу. Вот я тоже пробовал снимать, даже, по-моему, вот был там конкурс у Энди Вакса. Я там как раз под Blizzard, собственно, делал. О, Саня, Саня, Саня Картой. Привет, Нузбизнес, наконец-то попал на Лёхен эфир. Да, Саня, это Картой дядь. Очень приятно. Приятно, коллеги с нами. Вот, то есть, в принципе, кто захочет звук такой получить, пожалуйста, вот гайд. Попробуем, что еще у нас тут есть. Не знаю, честно сказать, мне нравится больше, как у нас баланс сейчас сделан. Но это ладно. У нас более посвежее, посвежее, да, типа, выглядит так звучит? Как-то поближе, что ли. Хотя, вот, знаете, давайте вот просто замеряем тот же RMS в Magic AB. Мне кажется, не так и у нас и много. Ну, вообще, 8. Это как бы с точки зрения там коммерческого звука негромко. Вот, можно, конечно, пережать, там, обогнать, но зачем. Так, попробуем дальше. Здесь еще кусочек есть. Ну, например, можем сейчас перейти к ЧОПСам, где они есть. Да, это очень. Сейчас поищем. Ну, просто копернем, по-моему. Сейчас по-выключаем, остальное не нужно. Так, синта этого нашего тут нету, главного. Так, баса тоже, видно, нету. Так, чё-то я там недозахватил. Какой-то там снейр присутствует, но, в принципе, пока уберем. Вот, иногда мне нравится... Блин, так в этом случае, не знаю, не получится. Я хотел саббас чуть-чуть подукоротить. Наверное, вот так сделаем. Основную бочку, то есть я вырублю... А, вот эту бочку я вырублю. И... Да, получится. Вот берем вот эту бочку нашу, интересную, основную. И просто саббас урезаем вот просто по времени. Получается такая короткая, но интересная по атаке бочка. То есть некоторые это эквалайзером делают, но мне кажется, это неправильно. То, что, ну, зачем эквалайзер, он просто ее укоротит. Можно руками также укоротить. Так. Да, здесь выключен сайдчейн. Вот, в принципе... Легко это сделать. На плаках, да? На плаке, в первую очередь. Там мы на пэдах. Послушай, может чуть-чуть есть? А, нет, на плаках есть. А вот на пэде, может, и нет. Чуть-чуть более, что ли, он открытый. Вот, можно бас какой-то доделать, потому что здесь не хватает такого слоеного риза. Как ты любишь, Армен. Вот такого. Соленый риз. Вот, фильтруем. Фильтруй бас, вы. Басар. Леха, а как ты вот, мне вот очень интересно, потом, вот как, вот пространство будешь добавлять еще? Потом как-то отдельно это хотел сделать, да, в конце? Посмотрим. У него, понял, вот как будто шире вот звучат инструменты по панораме, прям по ушам, прям, не понял? Ну, мы можем всю пачку просто немножко расширить, да и все. Вот, пас готов. Вот, сейчас с него срежем низок, потому что если он там и так звучит, то без низа. Ну, типа такого. Тоже на нем сайдчейн какой-то, типа как на пэде. Что-то там еще. Заметил, что вот на вот этом звуке какой-то биткраш висит. А, вот здесь или там тоже? Ну, здесь точно есть какой-то DCM. Ну, это в этой части, видимо. Чуть-чуть есть все равно. Честно говоря, не очень люблю такой звук из-за того, что он по верхам начинает долбить. Ну, чуть-чуть оставим. Может, в подмес вообще? Слегка. Да, ребят, там спрашивают меня в личке. Арстон будет, скоро будет. Сказал в начале августа написать. Все, не надо. Ну, может быть, и вот эту бочку тоже добавим. Ну, отличается, в принципе, не столь важно. Там у него просто отрезан этот низ. Попробуем вокалы сейчас поискать. Какие-нибудь, я не знаю. Сейчас в любые зайдем. Voice. Блин, только что зашел у тебя на страничку. У тебя Лёва тут с мячом бегает. Да. Блин, вот так вот. Вот тембр похож. Вот просто по буквам найдем сейчас. Что-то там. Сейчас попробуем. Ну, мы другие немножечко слова сейчас соберем, но неважно. Лёша, а если ты запишешь свое «яй-ой», там что-то. Ну вот. Похоже, да. То есть первый слог, может, я не найду, но... А там как-то «яй», «яй-ой». Ай-ой-ой. Почти ей. Сейчас что-нибудь найдем. Какие там буквы? Э, потом. поднимаем так дальше так но здесь буква нет будем другую вот это можно такая кропотливая но тебе просто сложнее да потому что ты собираюсь того что есть да он нарезал что из нее же ниже тембр поплыл немножко может другую опыскать и а в принципе можно немножечко этот момент обдурить то есть повесить я питч и чуть форманту там момент сюда может и тут формат поднять так мне не нравится что он тут плывет а ты может близко положил не уставил не а там парень на а а а а а а а так нормально так сейчас настроем а 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 что-то типа сейчас послушаем буквы е поищем ну посмотрим даже в тональность чтобы блин ну− ты даешь с кинем но ты справю а тут не было такого чуть я так решил что так надо блин она все-таки не я я больше ну в принципе так важно я надеюсь так последние ноты что-то там на а нормально а а как Можно поискать другой фрагмент, подвинуть. Может быть, послушаем. Сейчас посмотрим. Ну, тут другой какой-то штатер был. Ну, можно со всей дури все это зажать чем-нибудь. Ну, хотя, может быть, повесимся La Effects. Неплохая такая штукинь. Ну, пусть пока так. Так, сейчас настроим. Может быть, будет похоже. Там какой-нибудь шиммер. Так, нет, фильтровать не надо. Я бы первую все-таки заменил бы. А где ее взять-то? Она ее найти бы. Ай. Ай. Давай поищем по словам. А запиши просто Ай. Не пойдет Ай? Не, ну я же... Все, 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 все. Ты будешь доволен. Ты будешь доволен. Ай. А у них, по-моему, пич выше, если не ошибаюсь. Поднимем? Поднимем. Ай. Так, какая там у них? Скорость. Скорость. Ну, просто сейчас и здесь момент. Все. Блин, одинаково. Дюй, дюй, дюй. Я нашел акапеллу, которую он использовал. Хочешь, я скину? Да, давай. Ну, в принципе, мы сделали. А, может, лучше найдешь. А? Или, может, лучше найдешь. Я так быстренько послушал. Вроде она. Ну, да. Ай. Ой. 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 Да, кстати, слушать. Потом буква мог где угодно здесь выдернуть. А давай послушаем полностью, ну, как она пьет. Ну, что тут? Может, да. Так. Мне там быстро, быстро. А дальше по-своему же. Ну, может, чуть-чуть будет отличаться, но сейчас ничего. Похоже, что-то. Похоже, что-то. Надо искать, где он как резал. Где-то тут, может быть, как-то. Давай основные буквы хотя бы найдем. Основные буквы. Э, где-то было, да? Где у нас Э было? О, Э. Может, она. Сюда прям подставлю. Сюда прям подставлю. Надо смешать. Это моя. Только что-то я с ревером переборщил. там тоже было возможно типа того ну наверное смысл понятен нам тут человек залил на зипишарь будешь качать теперь из этой резать кстати вот она аж уже а она и целиком видно а может и не целиком ладно а ты вот а я ставлю можно что-то ай было возможно вот это вот я его видишь фейдом сделал а а а а а а а а то а c а а а а а так как а кстати да здесь уже больше похоже Я обманул, Женя. Может, это. Теперь О осталось найти. Вот это, может, О. Так. А что-то, по-моему, вначале было нормально, вот до этого. Я не трогал. Блин, надо О. Не, так О у тебя же было, не, до этого? Не-не-не. О. То есть, так бы, да. Ну, то есть, и дальше нарезки хрен знает. Да, и ка-а-а. Ну, вот это, наверное... Да. Это? Да, это на А. Где-то здесь. Здесь. Может, наоборот. А может, он взял одну, один и тот же, просто по питчу? Вот здесь вот, например. Ну, поменяем, поменяем, просто, может, питчем, не? Не-не, питч, да. Здесь, как бы, буквы. Первые не... Вот она, Э. О, потом Э. Или наоборот, наоборот, О. Так, вот здесь переход какой-то, черт знает какой. Лёш, ты примерно поставь там, не обязательно. Пусть будет там. Хотя бы так примерно. Давай так же. Ну, тут слог другой немножко, но мы его просто закрепимся искать. Так. С первого, с первого попробую. Так, вот здесь нотка. Ну, что-то типа, вот, возьмем такую. Продолжение следует... Так, вот это короткое. Что там мне все выделяет? Так, секунду. Так, дилей сейчас послушаем. Ага, восьмерочками. С точкой там... Как ты так быстро обжидел? Ну там не ровно он. Так, только у него вначале направо идет, поэтому сейчас вот заменю. Лево, справа. Леша, по-моему, там пикер, да, или формат он надо поднять, по-моему, да? Да поднимем? На всем. Вряд ли он так делал. Он, может быть, просто по пичу выше все это было. Ну да. Чуть не понял. А, правильно, правда, да. Вот что-то дело такого. Сейчас на нее навешу. А вот теперь О стала какая-то, видишь, детская. Поэтому, скорее всего, ничего там не было. Шиммер. Так. 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 Так, наверное, вот такой. Продолжение следует... Так, сейчас на мелочах не будем застряться, а то просто не успеем. Сейчас посмотрим, в дропе есть там такой звук, да? Так, я просто вот так перенесу. Так, момент. Продолжение следует... Лер, давай с вокалом еще насытим... Сейчас, сейчас, я поставлю здесь, послушаем. Посрезали там с него, конечно, похоже. Слушай, ну у тебя тоже прикольно играть по-своему, знаешь, какой-то некий ремикс. Дилей там, похоже, побольше, чем мне казалось. Да, мы сейчас на него вармверб как набросим. Добавь больше сатуратора, мне кажется, чтобы он наш любимый звук. Знаешь, чтобы он читался в миксе, вот у них там оно яснее как будто звучит, знаешь? Ну да. Никак не куплю лицензию, на демо работаю. А джипи вокал нет там какой-нибудь? Да можно и его. Только там он не столько сатуратор, сколько все вместе, типа. Просто это, видишь, как акапелка уже рабочая. Ну да, да. Она уже, да... Не первая, свежая. А вон презенс. А? Презенс вон попробуй, нет? Это ярче будет. По-моему, видишь, как бы не так и ярко. С него как будто срезан весь, не знаю, низ. Или, может, праймб добавишь на звуках, которые с ним могут конфликтовать? Не спасет? Ну, мне кажется, не столько в нем здесь, как бы. Его просто сейчас громче сделаем, и он будет слышен. Может, много ревера я просто сделал много. Так, какой звук у меня тут шумит? А-а-а, понятно. Момент. Леш, на самом деле у него как будто сама акапелла такая, знаешь, уже с частотами, а здесь как будто нет этих частот, да? Каких? Ну вот середины как будто не хватает в акапелле нашей. Вот и... Может, я вот зря убрал. Может, наоборот оставить? Так, ну здесь бочки нету. Леш, может, еще знаешь, как вот... У них же, понимаешь, я говорил, что вот стерео, да, прям слышно на инструментах? А у них прям, да, раскинь по панораме, может, это как-то освободит место? Как раз вот решишь, да, проблему. Это вот так, ну, раздвигали уже. Ей мы раздвигали уже. Да. Смотри, у них здесь, на самом деле, в этом моменте, где мы слушаем, у них пэт закрыт. Ну, вроде не так-то, ну, нормально слышно у нас акапелло. Да, вот сейчас, вот сейчас нормально, да. Ну, там автоматика, то есть мы автоматику вообще не трогали. По идее, как бы надо. Там все вот эти моменты. У них, я еще слышу, знаешь, вот эти Crash, по-моему, или Rite, по-моему, Rite, да? Есть, но это вот это, наверное. Ааа. А давай, а давай нашу бочку тоже убьем, у него, у него как-то, по-моему, прям, ну... Там в какой-то момент она. У нас как будто, ну, низа у нас так более свежо выглядит, если, ну, если ты, конечно, не делаешь по-своему. Ну, мы можем на мастере вот убавить чуть-чуть. Ну да, просто чуть-чуть вот еще вот хочется убрать. Ну, я не знаю сейчас, как бочку убить, чтобы она была, а это другой, но у нас чуть-чуть другая. Да, 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 вот сейчас. Ой, вроде такая. Вообще, ощущение, что у него более трансовая, что ли, какая-то бочка изначально. Вот, а у нас более там испрогрессивая. Что еще можем поделать? У нас пишет почти одинаково, уже звучит даже чище. Отлично, Алексей. Ну, я, да, я думаю, не надо нам ее сейчас как-то подгонять, потому... Не-не-не, уже классно. Я даже, честно говоря, даже не мог представить, что у тебя такое получится. Там еще, я слышу, есть дополнительные какие-то элементы в барабанах, там какие-то снейры. Вот, ну, по идее, не так важно, я думаю, сейчас туда залезать. Вот это еще кусок есть, но я думаю, мы сейчас с ним запаримся. Вот этот. Это, скорее всего, рендерилось, нарезалось, не знаю как. Вот, ну, не знаю, важный этот кусок сейчас нам. Ну, если это долго будет, давай тогда... Да, это реально, блин, не быстро. Вот, я думаю, что... Ну, давай тогда, что еще, какие элементы можем еще посмотреть, может прям добить-то... Вот такой же кусок. Там еще, кстати, какой-то, по-моему, аккорд... Субтитры сделал DimaTorzok там структура структура так не знаю вот так что ты прям заберу там еще один дополнительный звучок есть вот такого рода где-то так вален не промахнулся вот так можно чуть иначе накрутить вот так ну тут какой-нибудь one кноп фильтр тут кстати люди пишут что твоя бочка больше нравится чем в оригинале ну да она какая-то там вата немножечко как этот сказал мистер фрэнки ват ватная не в смысле ватник блин догопались потом к нему бан не знаю список вот 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 у него в этом моменте в оригинале бочка так же звучит? нет там уже дубасить начинает ну это сейчас не очень удобно делать это надо бочку наверное сбаунсить ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду в принципе ну давай вот это моя бочка получилась Так. Ну, она, блин, наверное, прорисована была, вот так, по три. Какая-то там была история. Типа Velocity? Ну да, такое. Вот за это спасибо Reaper. Я вот сейчас на последнюю бочку возьму, вот так вот. Какой-нибудь EOS. Армен, задай Лёхе вопрос, какие фильтры используешь в работе? Как тебе фильтр Steam Plone? Нормальный, но я в основном вообще вот таким вот способом нехитрым вешу эквалайзер и двигаю. Тут есть, например, там 96, пожалуйста, нормально звучит. Вот. А так они же ничего особого не вносят, вот эти все фильтры. То есть они математически в одни и те же алгоритмы все используют. Всякие вот эти фильтры известные. Прям так и делаю. Ну вот послушай, как это сейчас прозвучит. Ну, фильтр и фильтр. Ну да, сдалека так. Но вот Банкно, кстати, он по-своему музыкально более это делает. Ну, там есть какие-то у него усиралки, но как-то я это... Ну да, в треке там, может быть, это и не будет. Вот. Мне нравится, например, другая немножко история. Даже не эквалайзер. Ой, стоп, что я тут натворил? Надо все это отменять. А, все нормально. Мне нравится, как звучит Melda Frequency Shifter. Frequency Shifter. Это другая штука. Это не фильтр, но звучит вот как. Вернее, это даже с намеком на pitch. А, классная штука. Да, я уже на. Ну, она интереснее звучит, чем pitch. Шифт крутишь, да? Ну да, в этом, в Ableton есть тоже свой Frequency Shifter также. Да, да, да. Абсолютно одинаковый, это все. Так, что-то он обалдел в конце. Ну, этот эффект, конечно, надо отдельно настроить. Ну... Так, здесь что-то пообрубается. Как-то вот здесь вот так вот поставим. А, короче, можно вот даже, знаете, что сделать. Сейчас минутка юмора такого музыкального. Такого в оригинале не было, мы сейчас чуть-чуть угораем. Я думал, ты шансон сейчас добавишь. Ну, конец. Хе-хе-хе-хе. Тон-тон-тон. Тон-тон-тон. Ну, ладно. Тон-тон-тон-тон. А что, нормально же? Это Гариксиан. Да. Гариксиан. А, кстати, а добавь сюда вот эту основную мелодию, подойдет она сюда? Подойдет. А как трек у него назывался «Animals»? «Animals» «Животные» А ну, добавь, пожалуйста. «Импровизация» Так. А че нет-то? Ну, нормально. Норм. Новая версия. «Big Room» «Fusion» «Big Room» Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот. Триплет. вот дополняем сейчас еще какие-нибудь ядовитым ну ладно это мы угорали и это все от меня лёш давай послушаем что у нас получилось ну тут конечно надо оделась а ты вокал занялась копил да да и и и и и и и вот такой кусочек вот ну да вокал надо раскопировать и конечно тут много мелочевки всякой автоматика а чё там еще чё надо да не ну тут особо ничего там еще кусок вот этот был такой этот как он такой порезанный ну и все тут яма дропы вот такой кусок тут больше ничего нет вот примерно так ты уже хочешь остановиться до сейчас мне кажется тут достаточно уже вот но я могу на вопросы еще на какие-то ответь если у ребят есть ну давай знаешь как лёша если не сложно только вот вокал вот хотя бы раскопируй давай и 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 для что пишут шум добавьте чё за шум белый шум что ли не там да там есть эффекты вот эти всякие там тарелки как минимум сбивки вот сейчас в яме более-менее тем более и и и дэйс и и и из Vengeance. Ладно, давайте Леху пожалеем. Не, я это... Все нормально. Мы можем еще чуть поболтать, просто, ну, мне кажется, эти эффекты они не так сильно прям важны. Ну, да, да, кстати, еще... Кстати, вот прикольно... Я так даже с одной стороны посмотрел, прикольно, что ты вот одну часть даже не сделал. Знаешь почему? Потому что ты когда проект дашь, а ребятам будет как раз... Захотят сделать. Да, да, да. Захотят конкретно вот эту часть, пусть, ну, на основе этих знаний, да, там, кто прям заморочится, конечно. Но это хороший скилл, ребят, если вот кто прям заморочится, это реально... Вы сами видите, что по факту можно брать любой трек, и если у вас это получится, то потом свои треки тоже будете делать очень крутыми. Наверное, кстати, самый лучший совет, знаешь? Да. Снимать треки. Что-то типа такого там. Ну, на нем, конечно, там кучу ревера. Вот этот раскрывается. Ну, то есть там, да, если посидеть еще часов в сайте, можно это все... Вот, так, релиз. У нас по-своему немного получается, но это хорошо. Ну, та же самая здесь история с... Ну, или долго там тянется этот белый шум. Фиг знает, можно массив какой-нибудь взять. Вот здесь, кстати, дроп мне очень нравится. Очень похоже, кстати, дроп очень прям. Старались. Да, дроп игрок прям плох. Ну, вот и все. Долгая история. Сейчас посмотрим, где заканчивается белый шум. Вот, в стерео он не хочет, зараза. Здесь есть такой прикол. Не во всех синтах есть белый стерео шум. Долгая история. 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 а ну да короче можно подогнать белый шум будет похоже мне кажется там какой-то был взят вот ну давай послушаем еще ты пока включи я пока по своим по вопросам там что-то да вот а а а а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ну типа, почему ты не стала умней? Ну, я другой немного вещью занимаюсь То есть я помогаю ребятам, которые хотят стать диджеем Ну правда То есть человек пишет-пишет, его не все устраивает Он ко мне обращается, помоги, друг, брат Мой брат, твой брат За респект, пожалуйста Сколько лет Леша в продакшене? Ой, ну конкретно именно вот в работе прям, я думаю, можно смело считать 2000, ну 2000 год прям Я уже тогда людям помогал, вот такие вещи делал Ну не такие я имею в виду, а в принципе работа была вот всякая Я уже миллион раз отвечал на эти вопросы Я понял вопрос, человек имеет в виду, почему ты не перестанешь заниматься тем, чем ты занимаешься И не займешься сольным творчеством, скажем так Ну потому что я вот этим занимаюсь То есть ну кто-то должен Здесь тоже хороший пиар, пиар просто еще нужен Помимо таланта пиар нужен Ну в первую очередь, я думаю, пиар Потому что в принципе, если есть пиар, можно найти профессионалов, которые помогут Ну по факту, да Так, Леша тут спрашивает, сколько у тебя пик, уровень бочки пиковый Не думаю, что это важно, честно вам скажу Ну я тоже, да Потому что зависит от баланса общего и как мастер пожат То есть вот смотри, у меня в данном случае сейчас бочка доходит До нуля доходит Но я никогда так не делаю, например Но это, я говорю, это не имеет значения Имеет значение, сколько она в мастер приходит Вот у меня мастер сейчас ее поддавливает от двух То есть она у меня выше нуля до двух Вот сейчас включу вместе с басом Ну почти ничего не поменялось А остальные уже инструменты под них Ну здесь трек такой, ну вот лид я включу Ну тоже практически до сих пор еще здесь не убивается лимитер Лимитер может до пяти где-то работать Ну в крайнем случае там до шести, до семи Но это я лично так вот не люблю делать Сейчас рублю снейр Тоже ничего не изменилось особо То есть вот Спрашивай, сколько у тебя будет стоить мастеринг трека Такое сведение Давайте в личку Да, пишите в личку такие вопросы Такие интимные вопросы Ага, а то вдруг Если вы работаете в налоговой Не обращайтесь к Алексею Разуму Так, ну ладно, Леша, тогда возвращайся Там особо вопросов нету Нету, ну так-так Ну что ж, Леша, я думаю, что здесь действительно можно остановиться И ты знаешь, если честно, я немного даже волновался Я такой думал, блин, вот сейчас не про фейли Но Леша меня успокоил в самом начале Я сказал, блин, все нормально Я не такое снимал Я шансон снимал И после этих слов я просто сделал анонс Типа все, сегодня не отменяется ничего Обычно как происходит Я там Лехе предлагаю Типа вот, кстати, как с этим треком Да, я предложил То есть Леха обычно как бы или соглашается Или, ну, чаще всего он соглашается Потому что мы выбираем какие-то треки Которые ему тоже, в принципе, нравятся По душе, так сказать И это очень важно, кстати Вот там был вопрос Как какие-то такие Будем говорить Не попсовые проекты Предлагали разбирать Сейчас я тебе скажу Армен, спасибо за эфир Не думали замутить Разбор более низших исполнителей Довольно тоже известных Макс, Купер, Флюм и Шом Ребят, на самом деле Леха один, а предложений очень много Поэтому мы стараемся Почему вот этот трек, да Почему там другие Почему Бутырка, да Потому что эти песни на слуху Потому что это хиты изначально То, что вы предлагаете Это дальше то же самое Леха, кстати, мне брат предлагает Говорит, сделайте какой-то Ну, он тебя там уважает И так далее Вот у нас есть друг тоже Да, вот там технар Он говорит Вот было бы круто, типа Если бы Леха сделал бы техно Какой-то там трек посоздал бы Блин, да Понятно, что ты Скорее всего посоздашь Другой вопрос Не то, что это актуально Когда мы делаем вот такие Попсовые какие-то Такие хитовые треки Они больше по просмотрам выходят То есть больше по Ажиотажу Извиняюсь, что перебиваю Мне кажется, такие вот Типа техно, например, треки Там оно не тянет на урок На большой Потому что там максимум Что это сделать кусок дропа Да, вот этот ролл Чтобы он качал Как бы круто Это может уложиться На минут в 10 Такой урок Типа, смотрите Вот бас Вот там, да Ну, например, там Какой-нибудь Легер Себастьян Легер Есть такое У него техно Там замешанное Вот там у него Он показал, как он глайды делает На этом, в принципе, можно завершать Да, кстати Я тоже видел Обожаю этот урок Я видел Не, ну он хороший И бесспорно Я имею в виду, что Мы, может быть, будем Делать какие-то Короткие уроки Типа Типс энд трикс Как сейчас я вокал там Обработаю На своем канале Можешь запиливать Как раз Ну да, да Небольшие То есть там, пожалуйста Просто да Иногда люди Ну, просят А может вот такой трек Я говорю А сколько людей Будет реально смотреть Ну да Вот видишь То, что я тебе говорю Каждый просто думает А вот если бы создали бы Вот это Вот это было бы А кто ты Мне даже говорят Ты даже не представляешь Сколько мне Вот каждый пишет мне в личку Ты даже не представляешь Сколько людей Это будут смотреть Это все технари Посмотрят Это все Тэгхаусеры Блин, ребят Ну, знаешь Это вы рассуждаете Вот как бы со своей призмы Да, то есть вот то, что Вот вам кажется Что-то вот так будет Ну, мы просто смотрим Какой-то обширный Выбираем какой-то трек Вот, ну, мне кажется Вот этот трек Омни Он намного Будет популярнее И я уверен Что он в просмотрах Будет нормально Там Нуждаться в просмотрах Не будет точно Мне, кстати Очень сегодня Реально понравился Я бы даже сказал Один из любимейших Стал для меня лично Эфиров Да, мне Ну, тем более Недавно был вебинар Да И, кстати Вот реально Да, сегодня случайно Так получилось Что именно сегодня Я выложил запись Ну, прям Не старался, честно Так получилось Вот прям случайно Так, Леш Ну, что ж Тогда Давай здесь остановимся Еще раз хочу сказать Что вот у Леши Я часто говорю Что у Леши Есть отдельный канал Не забывайте Поддерживать наших преподавателей Да, которые часто делятся Здесь чаще всего Безвозмездной информацией Да, и просто найдите Погуглите Алексей Разумов В Ютьюбе И просто оформите Подпишитесь Да, подпишитесь Пожалуйста Подписывайтесь Да, мне будет приятно Да, вы поддержите Если вам помогают уроки Алексея Разумова Поддержите его проект тоже Я думаю, что ему тоже будет Как минимум приятно Что он делает это Для большего количества людей Ну, что ж Ну, а А, это же видео будет На твоем канале Блин, хотел сказать Подписывайтесь на Музбизнес за счет Ладно, давай Подписывайтесь тоже Вот Да, кстати Мы сейчас находимся На канале Алексея Разумова Если вы помните Мы уже говорили много раз Что о создании треков Мы будем выкладывать На Алексея канале Вот Но и Блин, мы с тобой Столько тем Еще должны были сделать Столько всего Столько предложений Ребят Да, было бы Честно Я вот Бедного Леша уже замучил Леша, давай Я нормально Все в порядке Я готов Да, мы, короче Придумаем что-нибудь И обязательно Порадуем вас эфирами Вот И там, кстати Спрашивали Леша Тропикал спрашивает Леша Ты пока уходил Все, все, все Он уже сделан Он уже в печати Он уже горячий Да Нарезается Прямо из печки Да, я уже говорил Что половину курса Я уже сделал А вот жду вторую половину Леша не может Все никак Буквально Загрузить Да Ну это будет жаркий курс Обязательно Посмотрите анонс Да, там будет Ну мы сделаем Хороший анонсик Там расскажем Что будет Ну разумеется Вы сможете Подсобирать денежку И приобрести Ну разумеется И также поддержите Наш проект тем самым Все, ребят Спасибо, что смотрели Спасибо, что были активными Спасибо, что ставили лайки Под этим видео Делитесь этим видео Рассказывайте О Лехе Разуму Ве Армении Абачане Короче, о нас рассказывайте Все, пока До свидания Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok